Смотри видосы и ставь лайкосы! Мы с вами играем за Джеффа. Нет, это не Джефф, не переживайте. Это не Джефф-убийца, это просто няшный снеговичок, которого я нашла, пока искала наших психов по карте. И посмотрите, посмотрите, какая милота. Мне лично он очень нравится. Можно, знаете, так себе даже на заставку на компьютерном столе поставить. Но мы с вами сейчас не об этом. Нам нужно вернуться к нашим психам и найти вообще, где кто находится. Итак, в прошлой серии у нас тут слендерина зажигала. Как говорится, у нее должен был сложиться роман со слендером, но как-то не получилось. Наш Джефф какой-то, ну, совсем расстроенный, он очень опечален. И давайте посмотрим, где кто находится. Ну, слендерина почему-то вдруг проснулась. Хотя я решила записать еще одну серию сразу же после предыдущей. Вот, знаете, только меняешь персонажа и все. И он почему-то просыпается. В общем, плохо ведет себя. Это наш Тики Тоби, где у нас все остальные. Хоть кто-нибудь будет этим садиком заниматься или нет? Нет, слушайте, у нас никто не поет в караоке. Что ж такое? Что с нашими психами? Значит, наша Натали решила, наверное, поколупаться в мусоре. Нет, ну это, в принципе, веселое занятие. Я помню, что у нас проблемы со щитами. Потом у нас отключили свет. Да, ребята, у нас отключили свет. Тут никого, никого. Слушайте, а где все? Люди, пиплы. Ага, вот наш слендер. Вот наши девчонки. Ну, в принципе, почти всех нашли. Или же всех нашли. Надеюсь, что всех. Итак, в этой серии у нас, во-первых, должен быть Новый Год. Во-вторых, мы с вами должны бросить кубик. В-третьих, мы должны где-то взять деньги. Мы должны где-то взять деньги на то, чтобы у нас включили свет. Но я боюсь, что мы эти деньги не найдем. Ну, в любом случае, будем стараться. А я надеюсь, что вы поддержите лайком наших психов. Потому что они, по-моему, сами точно сойдут с ума в ближайшее время. Давайте-ка отправим нашего Джеффа немножко поиграть за компьютером. А что такое? Ребята, он же не может пойти поиграть, потому что нам... Ладно, иди почитай, Властелин качелей. Значит, Джефф у нас сейчас пойдет читать книжечку. А мы должны тем временем с вами взять, первое, наш телефон. И второе, наш блокнотик, которому у нас указаны все наши злодеяния, как говорится. Хотя у нас не все злодеяния. Может, нам сегодня выпадет улучшить настроение всех. Это было бы прекрасно. Ну, я вам сразу хочу сказать. Возвращаемся в наши дайсы и бросаем. Ролл. Нам выпадает число 12. Слушайте, давненько у нас с вами не было чисел 12 ни здесь, ни в острове. Ну, на острове. Ну, в острове, в смысле, в челлендже остров. Давайте посмотрим. Значит, 12 убить жителей одного дома ради другого злого персонажа. О, ребята, значит, сегодня у нас с вами интересная задачка. Давайте я вам расскажу. У нас с вами никогда этот пункт не выпадал. В общем, нам нужно отправиться в гости кому-то домой. То есть мы с вами должны выбрать жертву. И потом мы там должны поселить персонажа. И, честно говоря, я уже даже не знаю. Ну, Джефф должен, конечно, справиться. Но меня это немножко пугает. Час дня. Час дня, это хорошо. Час дня, мне кажется, слишком рано для убийства. Поэтому давайте мы с Джеффом сейчас, наверное, немножечко... Хотя нет, а что нам сейчас работать? Нет, давайте мы сейчас с вами возьмем Джеффа. Он у нас рыбак-ас должен быть. И вот тут у меня назревает вопрос. А ловить рыбу-то мы сейчас, наверное, не сможем, да? Давайте посмотрим. Где-то у нас тут есть место для рыбной ловли. Я предлагаю сейчас нашим всем психам. Я понимаю, что все не выспались. Я понимаю, что все уставшие. Но мы с вами должны хоть куда-нибудь отправиться попытаться... Попытаться половить рыбу. Я уверена, что нам это не удастся. Но вдруг. Я просто не вижу нигде у нас тут место для рыбной ловли. Хотя, по-моему, оно у нас такое должно быть. Но в любом случае, я смотрю, что настроение у нас уже отличное. Давайте посмотрим, куда бы нам с вами сходить. Мы можем с вами сходить куда-нибудь... Давайте в бассейн. Нет, не хочу. Давайте в Пан-Европу пойдем. Мы пойдем в Пан-Европу. Берем всех с собой, кстати. У нас отвратительные отношения с Грэнни. У нас хорошие достаточно отношения с Слендериной. И это здорово. Потому что, как вы помните, наша Слендерина должна у нас тут завести кучу романов. А как бы одного Слендера ей понятное дело, что будет мало. По-моему, как у серийного романтика, она то ли три отношения... Три пары отношений должна завести. Ну, в общем, короче. Кучу отношений она должна завести. Поэтому я думаю, что наши психи нам идеально подойдут. По-моему, здесь можно было ловить рыбку. Можно? Можно? Нет? Ребята, нельзя ловить рыбу в такой мороз. То есть мы сегодня не сможем ловить рыбу. Это о чем говорит? Это говорит о том, что, скорее всего... Ой, у нас все вонючки. Нам нужно срочно где-то раздобыть деньги. Я предлагаю, наверное, начать рисовать картины, ребят. Ну, что делать? Объясняю, почему мы с вами должны сегодня немножечко поменять наши... А что ты вонючка? Ты не вонючка. Почему мы сейчас с вами поменяли наши приоритеты? Все просто. Нам нужны деньги. В прошлой серии у нас отключили электроэнергию, кто не помнит. И нам нужно хоть что-нибудь сейчас с вами сделать. Хоть как-то где-то нарисовать. Слушайте, так это же... Это не мой персонаж из этого самого... Из споры, нет? Ну, похож. Помните, мы за подобного играли. Давай-ка продавать коллекционеру. Значит, сегодня нам придется нашим психам, как вы помните, приходится хоть как-то зарабатывать денюжки, так как наш дом оказался очень дорогим. И что делать? Даша. Даша нас выбрала, либо он может быть видеоблогером. У нас еще и уже достаточно видеоблогеров. У нас, по-моему, два или три персонажа уже занимается видеоблогерством. Поэтому сегодня у нас Джефф наш будет рисовать. У нас вообще художница, по-моему, Момо. Но Момо, она, конечно, и в Африке Момо. Но, к сожалению, до нее еще, как видите, очень много времени. У нас, по-моему, Тики Тоби писатель. А Слендер... Я не помню, кто Слендер. Давайте вообще посмотрим. Все спать пришли, ребята. Слушайте, у нас психи пришли спать в этот самый... Они пришли спать и кушать в ночной клуб. Офигеть! Докатились, как говорится. Ладно, Джефф, давай мы с тобой порисуем все-таки. Ты решила одни и те же картины порисовать. Ну, я на тебя не обижаюсь. Я понимаю. Это дело такое. Картины и все дела. Мы сейчас с вами подождем до вечера. Давайте еще одну картинку нарисуем с вами. У нас, конечно, Мольберта есть дома, но... Кто же рисует-то дома? О, 106. Это уже хорошо. Это меня не может не радовать. Давай еще одну классическую среднюю картину. И мы потом отправимся кого-нибудь убивать. Сразу вам хочу сказать, что мы туда будем поселять какого-нибудь из наших жутких персов. И, насколько я помню, многие ребята просили... Да, сразу вам хочу сказать, что в итоге у нас получается челлендж действительно из монстров. То есть у нас монстры из разной вселенной. И да, я понимаю, что большинство из крипипасты, но что намешает их всех намешать в большую-большую кучу под названием психушка? Так вот, у нас с вами будет жить Пеннивайз. Да-да, ребятки, многие ребята любят Пеннивайза. И мне кажется, что сосед Пеннивайза, это просто идеальный такой вот соседушка, мы с ним сможем как-то взаимодействовать, сможем к нему в гости ходить, на вечеринки с ним ходить. Я думаю, что это прекрасный вариант, но для того, чтобы нам его переселить, нам нужно кого-нибудь убить. Поэтому сейчас у нас будет уже ночь. Мы здесь в баре, наверное, перекусим. Кстати, заметьте, у Джеффа никаких проблем вообще нет с показателями практически. Я надеюсь, что ты не замерз. Я очень надеюсь, что ты не замерз, но, блин, мы все равно не можем заработать много денег. Мы все равно не зарабатываем столько, сколько нужно. И это грустно. Это очень и очень и очень грустно. Так, продавай. Ну, 154, это вообще, ребята, лажа. Предлагаю пойти перекусить. Давай пойдем покушаем. Не хочешь сам идти кушать? Ого, ребят, у нас тут какая-то звездюлька. Ладно, будем кушать с вами дома. Поэтому давайте посмотрим... Ого, тут реально какая-то тусовка. Мне кажется, нам нужно с вами сваливать. Мы с вами узнали, что зимой ловить рыбу нельзя. Хотя странно, знаете, ведь пробивают же дырки, пороламывают лед. Давайте посмотрим, какое нам подойдет семейство. Значит, насколько я помню, у Пеннивайз, по-моему, дом 30 на 40. То есть мы большой строили ему домик. То есть он переедет вместе с домом. Так, тут у нас сколько? По-моему, это 30 на 20, по-моему. Вот я смотрю на этот большой участок с фирсами. И я вот думаю, давайте-ка, может быть, к ним отправимся. Да, мы отправляемся, сразу вам говорю, мы отправляемся всей толпой. Мало того, что мы отправляемся всей толпой, мы должны сейчас убить всех фирсов. То есть нам нужно убить трех персонажей, чтобы этот дом стал нежилым. И потом мы просто с вами сюда переселим Пеннивайзом. Надеюсь, что у нас получится такая фишка. Сразу вам хочу сказать, я никогда такого не делала. Я не знаю, как это будет выглядеть вообще в игре. Так, я смотрю, что тут безлюдно. И я вижу, вижу, вижу первую жертву. Морган. Морган, прости меня, пожалуйста. Я сердечно прошу прощения, но мне нужно с тобой кое-что сделать. Мне нужно deadly interaction с тобой сделать. Мы тебя... Ну, что мы с тобой сделаем? Порезать мачете? Нет, давай мы вот так сделаем. Прости меня, пожалуйста. У нас кто-то тут вонючка. Мы потом с вами постучим в дом. Ты куда убежала? Нет, не убегай, смотри, что сейчас будет. Ну-кась. А чё ты сразу кровью покрылась? И он сразу кровью покрылся. Он ещё, знаете, такой с претензиями. Чё она тут валяется? Снег окропила своей кровушкой. Подождите, а мы не можем постучать? А почему? А чё такое? Потому что у нас смерть, типа, пришла... А, во! Постучай в дверь. Вот, пошли. Пошли, пока постучим. Мы постучим. Я думаю, кто-то дома есть. Мы в любом случае... А чё ты за мной пошла? Слушайте, а куда они все пошли? Вот наглые какие. А можно зайти? Да, ребята, мы можем с вами зайти. И вопрос, где все? Я разрешаю. Смотрите, мы с вами залезли, получается, в чужой дом. Мы можем с вами сейчас, например, здесь покушать. У нас тут есть чё поесть? Да, у нас тут есть холодильник. Давайте мы приготовим грандиозный ужин. У нас, между прочим, сегодня, как бы, праздник. Давайте посмотрим. Да, ребятки, у нас сегодня праздник зимы. У нас сегодня праздник зимы, и это чудесно. А где кто? Почему никого нет? Всё? Все куда-то разбежались, разошлись? Либо я не вижу кого-то. Ну, получается, да. О-оу, ребята, полиция пришла. Кто вызвал? Ага. Что происходит, ребята? Полиция. Слушайте, может, мы копов тут тогда поубиваем? Что такое? Ребята, нас, по-моему, пытаются убить. Давайте мы в ответ Deadly Interaction, короче, мы сейчас всех тут поубиваем. У нас просто Джефф сходит с ума. Потому что... Тихо, тихо, тихо. Ребята, куда его забрали? Джеффа забрали, ребята. Его забрали. Нас лишили Джеффа. А кто выз... Так, а ну-ка, психи, признаёмся. Кто вызвал копов? Кто вызвал копов? Я же сейчас вам устрою. Ну, пока он отсутствует, мы с вами можем посмотреть, где кто находится. Все ребята пошли отдыхать. А у нас тут, между прочим, смерть находится. Так, а ты что тут делаешь? Тебя что, мало побили? Ты ещё решил сюда прийти? Чтоб тебе здесь надавали. Давайте пока посмотрим, кто чем занят. Значит, ты у нас тут решил постоять перед... Может, пойди помойся? Я тебе хочу сказать, это была бы отличная идея. Вот видишь, Момо пошла в туалет. И никаких проблем. Бен смотрит телевизор. Натали... Натали очень сильно расстроилась и разговаривает с копом. Чувак, у тебя вообще всё в порядке? То есть, нас сдали, ребята. У нас в психушке есть предатели. А можно меня вернуть, пожалуйста? О, меня вернули. Причём в отличном настроении. Ха-ха. Так, ребята. Это что такое? Что происходит, ребят? Бежим сюда. Давайте. Опять меня забирают? Блин, ребята, ещё и Санта пришёл. Пожалуйста, отпустите меня. Меня не надо сюда забрасывать. Слушайте, копы свалили-то, да? Всё? А. Всё, ребят, копы свалили. Теперь мы можем... Теперь мы с вами можем сделать одну каку. Давайте-ка мы её как-то... Может быть, нам её к себе как-то пригла... Этот самый... Заставить подойти. Ладно, ребят, мы с вами злюки. Давайте-ка мы... А может, мы тихонечко её как-то убьём? Слушай, а у тебя есть какие-то тихонь... Тихонькие способы убийства? Chance of survival, интернет. Но он, Дэдли, нас не интересует. Ну, давай застрелить попробуем. Не надо мне бояться. Я уже сама себя боюсь. Она, между прочим, что-то готовит. Но ты не успеешь доготовить, потому что я тебя... Даже застрели... О, ребят, она доготовила нашу курицу. Сейчас мы с вами покушаем. Все ребята, смотрите, у нас... Блин, тут копы ходят. А не много ли тут копов? Чё так... Чё вы здесь бегаете? Кого вызвали? Здесь же никого нет. Я предлагаю всех пригласить за стол. И... Давай другие варианты. Пригласить за... О, грандиозный ужин. О, ребята, и Доминик пришёл. Всё, мы сейчас тут всех перемочим, ребят. Подходите, пожалуйста, к столу. Мы давайте сначала миленько покушаем. А потом я вас убью. Мне нравится, как Бен побежал такой. Бегом, бегом к столу. Привет, Клим Мороз. Клим Мороз, а ты не хочешь покушать вместе с нами? Это у нас будет такой последний прощальный. Ребята, вы проваливаете, давайте отсюда. Давайте вы свалите. Давайте мы их уберём, потому что они начинают меня напрягать. Я просто хочу, чтобы они свалили. Они нам немножечко мешают тут. Они просто здесь нас сбивают. Мы пытаемся как бы тут убийство организовать. А ты тоже мешаешь. Давай. Всё, ребят, вас никто не вызывал. Я так понимаю, что мы тут всех смущаем своим внешним видом, но ничего страшного. Ребят, вы кушайте, кушайте. А я вот сейчас должна буду тебя, к сожалению, убить. Давай-ка мы тебя застрелить попытаемся. Смотрите, у Джеффа просто идеальное настроение. Блин, нам бы ещё вот эту всю мебель себе забрать. Это было бы вообще прекрасно. У нас получается кровавый Новый год, ребятки. А чё вы тут сели? Чё сидите на лавочке, как какие-то отмороженные? Грэнни явно недовольна вкусом еды. Ты что, плохо готовишь? Я, видимо, реально ей не нравлюсь. Слендер? Ты, по-моему, ниже стал, нет? Нет, такой же высокий. Я хочу... Хотела бы вообще-то запереть дверь, а я не могу это сделать. Я понимаю, что я тут не живу. Блин, не могу. Так. Ты что, издеваешься? Вставай давай, дурында. Давай мы с тобой ещё раз попробуем. Ну, давай ещё раз тебя застрелю. Ну-ка. Сейчас она, наверное, покраснеет. Ребята грустно смотрят. Что, пришёл мой час? Нет, не надо. Ну-ка. Вставай давай. О. Тихо, 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 тихо. Подождите, а когда мы её успели убить? Подождите, а как так произошло? Где её труп? А где её труп? И вообще-то я тебя хочу пристрелить. Пока ты не позвонил копам. Так, психи, если вы все начнёте на меня жаловаться, а давай мы тебе... Вот так сделаем. В общем, топором тебе. А ну-ка иди сюда. Слушайте, по-моему, Доминик вообще не обратил на него. Все упали спать. Ага, полиция к нам приехала, да? Полиция едет. Но мы с вами не переживаем, в принципе. Мы просто подходим, такие, типа, чик-чик. Привет. Полиция... Как вы думаете, до полиции мы успеем, нет? Давай мы тебе смешно представимся. Чувак, привет. Давай ты вместе со мной сюда отойдёшь. Я хотела бы тебе кое-что приятное сделать. У-у-у, ребята, опять эти копы приехали. Давайте попробуем при копах... При копах... При копах... При копах... Его убить. Ребята, сработало. И теперь смотрите, как мы делаем с вами хитро. Мы, короче, ребята, убегаем. Он убил его. А зачем ты пистолет достал? Так, всё, ребят, сваливаем. Мы убили, и мы сваливаем. Я понимаю, что у нас получается хитрый способ, как убить соседа. Всё, ребята, уходим, уходим. Ребята, убегаем. Я сказала всем домой. А чё там полиция осталась? Пожалуйста, перестаньте. Подождите, подождите, ребят. Смотрите на это. Я думаю, это... А, блин, он просто тут торчит, как бы. Он при определенном углом, он здесь виден. Вот видите? Ну, это, конечно, плохая же. Над таким не смеются, но всё-таки. Грустно как-то. То есть я так понимаю, что у нас сейчас никто не может уйти домой. Вот так всегда. Ребят, давайте сваливайте. Нам надо уходить. Нам срочно надо уходить. То всех нычите, хнычите. Кто-то пошёл тарелку взял. Праздник зимы прошёл уже. Так, всё, ребят, мы с вами, знаете, как делаем? Just go away. Короче, мы всех копов выгоняем. Мы вас всех выгоняем. Мы вас тут, знаете, короче, прикидываемся дурачками. Мы вас не вызывали. Никаких вопросов, никаких проблем. Всё, до свидания. Всё? Доминик, до свидания. Значит, получается, что мы... Всё, вы все можете уже уходить или нет? Ой, божечки-кошечки, сколько вы хныкать-то будете. Больше здесь не осталось жителей, насколько я знаю. А раз здесь жителей не осталось, то мы можем с вами спокойно, спокойно, спокойно просто пере... это самое, отправлять сюда этого самого Пеннивайза. Ну, всё? Давайте, ребят, бегом домой. А то вы как-то долго топчетесь тут, топчетесь, топчетесь, топчетесь и никак не уходите. Вы только посмотрите на эту довольную рожу. Нет, стоит тебе и улыбается, знаете. По-моему, это не очень красиво с твоей стороны. Ты только что трёх людей убил. Мог бы хотя бы какую-то лёгкую грусть на себя напустить, что ли. Однако, ребятки, теперь у нас с вами есть новый сосед. Нет, вон там вот, недалеко... А, чё, недалеко? Вот здесь теперь у нас живёт наш Пеннивайз. Давайте хоть посмотрим, почему наши девчонки оказались возле Пеннивайза. Ребята, это что за интересные такие вот повороты? А ты чё тут делаешь? Смотрите, какая стильная, модная в розовых гетрах. Нет, это не со всех. Хотя нет, вроде бы это гетры. В общем, ребят, наш Пеннивайз, вы посмотрите, как он красиво украсил свой домик. Кто не знает, кто не помнит, у меня на канале выходил ролик, где мы с вами строили дом Пеннивайза и создавали, собственно, его самого. Ну, в общем, как-то так он у нас тут выглядит. Наверное, девчонки побежали с ним знакомиться. Они решили, ну нафиг, наши мужчины какие-то неинтересные, какие-то скучные, лучше мы пойдём с ним пообщаемся, потрепимся, познакомимся. Ладно, не будем мы им мешать, мы их отрывать не будем. Давайте-ка... Подождите, а почему мы вернутся домой? А почему мы не дома? Как интересно получается. Мы вроде бы как были дома, но мы не дома. Ну, в общем, вы помнили, что там у нас живёт наш Пеннивайзушка. Наш Пеннивайзушка там живёт, и теперь мы можем к нему приходить в гости. Но не в этом суть, ребят, у нас проблема. Проблема у нас в том, что нам нужно в туалет, нам нужно помыться. Давайте бегом, бегом... Они побежали спать, спорим? Все пошли спать. Ой, я так понимаю, что это Грэнни, наверное, вызвала полицию. Как вы думаете, кто мог ещё вызвать полицию, как не Грэнни? Меня немножечко пугает, скажем так, тот факт, что у нас здесь нет света. У нас нет света, и мне нужно ещё где-то больше трёх тысяч симолеонов взять, чтобы хоть какой-нибудь досвет у нас появился. Не надо мне тут подходить сзади и пугаться. Я сама себя уже начнём бояться, потому что как-то у нас очень... Оу... Кто-то где-то упал и уснул. Слушайте, а вы камин... А, я только хотела спросить, чё камин не горит? Ребят, опять полицейский пришёл. Слушай, чувак, ты чё? А чё у нас вообще тут, ребят? Посмотрите. А почему какой-то свет стал зеленоватый? Подождите, мы же с вами не в семь с три играем. Тут зомби же не должны быть. Зато мне вот очень нравится вот это место. Я не могу, честно говоря, понять, что у нас здесь светится, почему оно у нас тут светится. Вообще похоже на какие-то прожекторы. Но, честно вам сказать, оно вдруг потухло. Нет, я ухожу. Мне здесь страшно. Нам нужно хорошенько с вами помыться. Мне не нравится, что у нас тут полицейские опять прибежали. Я предлагаю их выгнать, потому что мне здесь не нужны сейчас копы. Я не хочу с ними проблем. Я хочу просто помыться. Я хочу по-человечески помыться. Всё, не трогайте меня. Сваливайте, давайте. Туда хотите, туда и уходите. Момо решила посмотреть, как моется Джефф в ванной. Нет, ну, Момо, я заметила, она у нас достаточно любвеобильная. Опять пришла, ну. Слушайте, вы посмотрите, она всё время заходит и смотрит, как мы моемся. Так, полиция опять приехала, да ладно. Так, тихо, тихо, тихо. Куда ты разогнался? Куда ты разогнался, чувак, с этим самым... С прической Пеннивайзом? Мы его выгоняем. Мы тут всех будем выгонять. Кыш. Кыш отсюда. Полицейские. Ещё один бежит. Подожди, но мы с тобой уже... Мы только что с тобой разговаривали. Я понимаю, что у тебя горит в одном месте из-за того, что мы тебя как бы выгнали. Но в любом случае, прости, пожалуйста. Момо, перестань заходить ко мне. Я моюсь. Момо. Ой, я хочу лечь спать. Я хочу помыться. Я же Джефф. И мне нужны деньги. Капец какой, ребят. Ой, ушли, ушли, ушли. Прекрасно. Спасибо, что освободили мне место. Значит, так как у нас сейчас всё заморожено, ребят, мы не можем с вами ловить рыбу, то нам придётся с вами заниматься другими делами, как вы понимаете. Пока что заниматься нашим... Получается, основным делом. Вот, видите. У нас тут отправиться на рыбалку в такой мороз нам нельзя. Кстати, вот у нас тут, оказывается, было место, я чего-то его не заметила. Сколько у нас ещё зима будет длиться? А, ребятки, так у нас уже пятые семи дней. Но, я так понимаю, мы всё равно не успеем. В этой серии, конечно же, половить рыбу, потому что вы видите, что у нас зима постоянно наступает. И отступать она пока не собирается. Поэтому мы сейчас с вами будем рисовать картины. Опять вызвали полицию? Да вы достали. А, может нам надо... Подождите, мы же вроде с вами помылись. Сваливай. Сваливайте, ребят. Макс Гарретт, пожалуйста, уходите. Я сейчас, наверное, должна умыться. То есть, видимо, все видят нас в кровавых пятнах и думают, что мы... Что случилось? Да не надо ко мне подходить и мораль считать, Момо. Ты меня начинаешь напрягать. Мы с вами почти пришли в себя, правильно? Ой, бегают туда-сюда, туда-сюда. Так, а ты чего? Это самое... Покричать? Ребят, у нас и вода. То есть, нам придётся с нашими психами кочевать туда-сюда. Туда-сюда. Давай мы... Может быть, тебе надо всё-таки clean up себя. Потому что мне кажется, что из-за этого... Check, calm self down, call police, call... Нет, нам это не надо. Check, kill. Где у нас тут отверкать? Мы не будем. Clear up reputation. Нет, 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 никаких филниц. Тихо, тихо. Ты что? Ты что делаешь? Нам же с вами нужно... Проявить spread money нам не нужно. Подождите. Так мы, получается, и так чистые с вами сейчас. Нам себя успокаивать и ничего делать не надо? Ну, хорошо. Будем считать, что мы и так чистые. Пойдём тогда рисовать классическую среднюю картину. Мы ещё и голодные. Будем сейчас рисовать с вами картины. Потому что в противном случае... Ой, не надо мне тут ходить и плакать, и ныть. Грэнни, иди лучше запиши видеоролик. Опять полиция приехала. Ребят, они, по-моему, над нами издеваются. Они решили вызвать всех копов в городе, чтобы нас, наверное, здесь наказали. Чувак, тебя я точно не видела. Ты в этой шапочке странно выглядишь. Проваливай. Ты сидишь, книжки читаешь. Кстати, он у нас, заметьте, он у нас читает без маски. Без маски, но теперь хорошо виден его шрам. Причём и один, и второй. Слендер. Слендер наш вот здесь. Слендермен. Было бы прикольно. Звучало бы. Слендермен. Хорошо, что наших пока что здесь симпатичных... Ага, кто-то пытался что-то построить, да? Продолжить лепить снеговика. Я бы хотела лепить кого-нибудь классного снеговика, но пока что... Пока что мы это сделать с вами не можем. У нас, конечно, проблемы с репутацией. Наверное, если у нас будут наши друзья нас очень активно избегать, то мы с вами, конечно же, будем клиерать нашу репутацию. Потому что этот мод достаточно специфический. Кто не знает, я специально для убийств использую мод на убийство. Масло масляное. Чё такое? Сленди, я не хочу сейчас с тобой... Точнее, Сленда. Ты так рисуешь? Ты чем? Взглядом рисуешь? Или как? Всё. Продавай, блин. Ну, 102. Ну, мало же. Дорогой мой, ты бы мог подороже её продать. Потому что как-то, ну, совсем дёшево. Заметьте, чё-то он у нас с вами завис, нет? Почему-то наш Джефф решил немножечко подвиснуть. Это, видимо, копы во всём виноваты. Но мы давайте с вами спокойненько потом пойдём быстро перекусим бутербродом с арахисовым маслом. Пошли, Джефф. Нам ещё с тобой рисовать нужно, понимаете? Если у нас ещё и воду отключат, то наш дом потеряет вообще какую-либо функцию. Нам придётся ходить, наверное, в спортзал мыться, где-то там тоже перекусывать. Иначе... Иначе всё. Иначе печалька. С другой стороны, конечно, будем пытаться как-то заработать деньги. Может быть, за эту неделю мы с вами сможем заработать денюжки. И хотя бы на следующую неделю у нас уже будут оплаченные счета. Я вообще надеюсь, что мы справимся. Но я не гарантирую, ребят. Не гарантирую. Будем надеяться. Будем пытаться. Жалко, что наши персонажи не хотят сами попробовать нам помочь. То есть, как-то тоже порисовать, что-то поработать за компьютером. Так, давай. Ты стоишь, что-то втыкаешься долго, думаешь там, рассматриваешь. Рисуй, рисуй, Джефф. Мы в тебя верим. Мы в тебя верим. Мы надеемся, что ты сможешь справиться. И сможешь нам тут денег заработать. Вообще, наверное, мы отправим его сейчас... Блин, ну заниматься стиркой мы его не можем отправить. Ты хочешь пойти попеть? Давай, Бен. Пожалуйста, спой мне здесь. Я хочу послушать, мне хочу себе поднять настроение, потому что, блин, у нас тут творится полнейшая задница. Дорисовывай, пожалуйста, картину. 184, ребят, уже 7 миллиона. Блин, 4800, ну... Картина в жанре абстрактную. Давайте абстрактные картины рисовать. Абстрактные картины, насколько я помню, они достаточно дорогие. Если я не ошибаюсь, конечно, самые дорогие это по фото. Но, по-моему, по фото нам еще недоступны. Хотя сейчас посмотрим. Заметьте, у нас все время идет снег. Нас, наверное, снег решил настолько завалить, что... Чтобы мы вообще отсюда никуда не выходили, никуда не переходили. Только тупо сидели дома. Ну, это, конечно, хорошая идея, но... Но нет. Все нарисовал. 160. Ну, тоже неплохо. Предлагаю пойти в туалет. Пока его еще никто не сломал. Давай пойдем, сходим в туалет. И потом нам нужно лечь спать. Так, отправились. И кто у нас где не спит? О, ребята, пусто, 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 пусто. Бегом, бегом. Руки он стоит моет. Так, Мумо, ты меня голой видел? Ага, они там на какие-то уже вакейшены собираются. Ну, хорошо, пусть они идут лучше на вакейшены. Ты что, издеваешься? Дурында! Так, я ложусь спать. Не, ребята, не надейтесь. Может, Бен нам сейчас споет? Господин Слендер, просыпайтесь, пожалуйста. Идите лучше постирайте. Ты не хочешь пойти постирать, попеть? Бен, я же видела. Я же все видела. Так, ребята, ну мы сейчас пока что с вами в ускоренном таком вот варианте ходим, потому что у нас... Это кто, а? Это не один из копов? Нет, это он Лотарио, слава богу. Мы сейчас с вами ускоряемся, потому что тут, как видите, у нас сейчас просто протекает жизнь. Слендер пытается нас выгнать. А почему Слендер пытается нас выгнать, я не понимаю. Ведь, как бы, здесь можно помыться. Какая у кого проблема? Иди помойся, Слендер. И вообще, нам надо будет все-таки Джеффа отправить постирать вещи. Нам нужно будет его отправить в постирочную, потому что вы видите сами. Может быть, нам кого-то видеоблогером сделать? Я вот что думаю. За стримы нам платят там неплохо. Поэтому мы могли бы с вами... Нет, за стримы нам как раз ничего не платят. По-моему, у нас ничего там не платилось. Но, в любом случае, Момо, ты не офигела? Момо, ты полнейшая Момо. Как они вообще могут читать что-то, я не знаю. Я думаю, что у нас же белье уже здесь... А, уже кто-то забрал белье, да? Да, уже кто-то успел забрать наше белье. Я предлагаю взять белье и развесить на веревке, когда наш Джефф проснется. И потом мы должны будем вот это все убрать, потому что меня дико раздражают эти кучи мусора. Эти кучи мусора меня ужасно раздражают. Надо их повыбрасывать куда-нибудь вообще деть. Ой, не надо оно тут надо мной стоять, над моей душенькой. Ты что, пошел за... Блин, я только размечталась, думала, что он пошел записывать. Нет, нифига. Не пойду записывать, я хочу быть упрямым. Эм, Тикий, я понимаю. Я понимаю, что ты хочешь меня выгнать, но... Понимаешь, я тут... Да ладно. Он нас выгнал, ребята. Нас с вами выгнали. Хорошо. Давай пойдем повесим белье. Такс. И отправимся, короче, на стирку. Я не буду, ребят, сразу вам скажу это все перебирать. Смени воду, пожалуйста. Я не буду перебирать сейчас в поиске монеток. Мне кажется, что это бессмысленно. Нам нужно гораздо больше денег, чем вы видите. Заниматься стиркой. Давай стирать в корыте. Пожалуйста. Давай мы с тобой посотираем в корыте, потому что тут просто свинар нечище. А что ты стал? Что ты завис? Хорошо. Давай вот это постираем. Слушайте, а что так-то? А, Грэнни у нас решила тут выпендриться. Хорошо. Давай прочисти унитаз. И вообще-то ты перекуси. Быстро перекуси. Ну, давай ветчину с сыром. Что вообще-то? Я бы сама сейчас не отказалась от бутерброда с ветчиной и сыром. Давай, почапали. Понимаете, мы даже не сможем, блин, а мы даже книги не сможем писать. Вы понимаете, в чем проблема? Мы даже не сможем писать книги. Ребята, как все плохо. Я предлагаю тогда пойти рисовать, ребята. Вечер в городе. Я понимаю, что вечер в городе. О, вот это хорошо. Рисовать по фотографии. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что ты хочешь в городе сделать? Бесплатная еда и напитки? Серьезно ли? Ребята, мы сегодня пойдем жрать. Мы пойдем сегодня с вами жрать, потому что это то, что нам нужно сделать. Мне интересно, почему искрится холодильник, если у нас нет электричества? Давай, бегом, бегом. Родной мой, нам нужны денежки. Нам очень срочно нужны деньги. Если ты сейчас мне тут хотя бы парочку картин дорогих нарисуешь, я согласна за тобой, за тебя играть еще, играть и играть. Короче, лампу рисуем. Значит, нам, ребята, сейчас срочно нужно будет деньги с вами заработать. Я понимаю, что у нас уже скоро будет близится конец серии. А что ты злюка? Ты хочешь спать? А что ты выперся в таком вот виде? Ты выперся, когда у нас мороз. Метель. Ребята, у нас сегодня еще метель. Ну, вечер в городе. Мы сегодня пойдем. Пора выбраться из дома, посетить какое-нибудь заведение. Я когда записывала первые серии, то я ребятам у ребят спрашивала. Так, ой, ребят, тарелочки есть. Тарелочки выбрасываем. Я у ребят спрашивала, стоит ли нам выбираться. И многие ребята поддерживали. И вечера со знаменитостями и прочее. Я думаю, что нужно это сделать. Поэтому мы отправимся. Не знаю, сегодня ли, ну, то есть с Джеффом или уже с новым персонажем, или вообще неизвестно с кем. Сюда нельзя, да? Но я бы хотела сходить. По крайней мере, мы пойдем свободно сможем пожрать. Так, давай рисуй. 5105. Хорошо. 5105. Так, продаем. 164. Блин, ну это лажа, это мало. Давай-ка ты еще по фотографии нарисую среднюю картину. Блин, 2-5 200, ребят. Нам осталось, ну, в районе 2000, я так понимаю. Давай нарисую вот это. Я пока пойду сейчас, посмотрю, сколько нам осталось денег заработать. Давай посмотрим. 7394. Ну, короче, почти 7500 нам нужно, ребят. Я не знаю, где их взять. Скорее всего, вообще у меня как предложение. Платите, считай. Ребят, все. Все. Вы понимаете, что мы даже не можем пользоваться ванной. То есть все хотят в туалет, все хотят помыться, а мы это не можем им организовать, потому что у нас не хватает денег. Почему так дешево? Блин, Джефф, ты что, издеваешься? Давай дальше порисуй. Рисуй большие, тогда они нам больше все-таки бабла приносят. Так, сразу вам хочу сказать, что я хочу попробовать до конца этой серии. То есть сейчас у меня тупо цель заработать деньги. Если мне будет оставаться совсем немного, я продам, наверное... Я все-таки что-то продам. Я, может быть, пару деревьев продам. Я хоть что-нибудь продам, потому что... Ребят, ну будет просто очень жалко. Мы начнем играть в следующую серию, как вы понимаете, уже за Тики. А Тики у нас художник. О, художник. Он у нас писатель. А если он у нас писатель, то ему нужен компьютер. А если у нас нет электричества и воды, ничего, то мы не сможем вообще за него поиграть. Уже плевать на ту бесплатную еду, знаете, уже не до нее. Нам главное сейчас денежки взять. Ох, где же нам это все заработать? В любом случае, я думаю, что мы потом... О, 200, это уже хорошо. Блин, а в туалет как нам сходить? Не? Подождите, или мы можем еще в туалет ходить? Мы не можем только... Да, можем. Фух. Я уже думала, все, капец. Значит, у нас 5800, правильно? Нам еще... Нужна тысяча, ребят. Нам нужно еще тысяча симолеонов. Точнее, даже не тысячи, а две. Практически. Ложись спать. А, нет, стоп. Ты пока у нас вдохновленный. Давай-ка ты рисуй. Давай мы нарисуем реалистичное рисовать. Давай сюрреалистичное. Я не хочу, давай рисуй по фотографии большую. Родной мой, я понимаю. Я все прекрасно понимаю. Я тоже хочу, чтобы ты уже пошел отдыхать. Давай гномик нарисуем вот этого няшного. Я прекрасно понимаю, что ты хочешь спать. Но наши ребята надеются на тебя. Мы с ребятами поддерживаем тебя всеми лайками. Всеми лайками, которые мы можем поставить. Ночь. Надеемся, что ты сегодня спасешь психушку. Ребята, Джефф должен спасти психушку. Мы должны пойти на это. В любом случае, если мы сейчас с вами продадим какие-то деревья из этих, мы их, конечно же, заново купим. Кстати, ой, еще одного снеговичка лепят. Еще одного. Вот, вот этого няшного. Смотрите, какой хорошенький. Какие же у нас тут няшные снеговики, ребят. Это слишком мило, чтобы быть правдой. Чтобы они вот так вот няшно выглядели. Так, Джефф, покажи. Покажи, ты нарисовал? 173, блин. Ребята, плохо. Плохо дело. Давай-ка ты ляжешь поспишь. Я тебе разрешаю. Значит, ребята, 5 дев... О, он уже отрубился. Значит, нам нужно с вами полторы тысячи. Полторы тысячи симолеонов. У нас, конечно же... О, спать ложись, пока никто не спит. Эта кровать у нас будет получше. И, значит, раз он у нас грязный, да, нам... Блин, я только хотела сказать, что мы можем руки помыть, а мы же с вами даже руки мыть не можем. Меня радует одно, что у нас хотя бы туалет оставили. Нам оставили хотя бы туалет. Нет, мыть не можем, мы только можем улучшать из ничего. В любом случае нам придется, значит, что-то попродавать, ребят. В любом случае будем продавать. Иначе уже, к сожалению, никак. Конечно, можно что-то продать у нас из подвала. Наверное, мы начнем все-таки из подвала, потому что, в принципе, подвалом мы с вами не пользуемся. Я думаю, что реквизит мы всегда докупим. Все-таки внешний антураж. И не очень хотелось бы убирать, так как это будет просто, ну, некрасиво. Элементарно некрасиво. Слушайте, так может, у нас сегодня еще до двух часов, да? Может, мы пойдем пожрем реально? Давайте сейчас у нас бэн до желтенького дойдет, и мы с вами пойдем пожрем где-нибудь, где-нибудь в городе. Ну, а на следующую серию мы уже с вами сможем пойти все попродавать. Так, просыпаемся. Просыпаемся, и мы, ребята, с вами идем кушать. Кстати, сейчас посмотрим. Может быть, в Сан-Мишуна хорошая погода. Сан-Мишуна, Сан-Мишуна. Я надеюсь, нам тут дадут пожрать же, в творческом районе, по-моему, можно было. Либо давайте пойдем в караоке-бар. Мы идем все вместе. Мы идем с вами все вместе. Попробуем сейчас перекусить. Я надеюсь, что там кормят бесплатно, потому что если там сейчас все платно, то это будет лажа. Это будет полнейшая лажа. Прикиньте, мы приходим, а именно в этом районе все платное. Но мы, по крайней мере, здесь сможем сходить в туалет и помыть руки. Это уже хорошо. А если мы помоем руки несколько раз, то мы хотя бы будем не вонючками. Ой, ребята, посмотрите, наши психи со всеми пришли здесь. Такс, кушать. Дайте мне поесть. А, заказать еду? Да, ребята? Ребята, мы еду нашли. Бежим, ребятки, кушать. Жрачка подана. Пошли. Че ты стоишь, Джефф? Побежали. Первый такой побежал, знаете, типа, кушать мне. Я первый хочу покушать. А ну давай, вы давай. Я тут хочу нажраться от пуза. Поэтому будь добра. Глубоволосая моя. Ребят, а чем вы заняты? Вы пошли... Только не говорите, что вы пошли петь. И не говорите, что вы пойдете кушать платно. Зуи, а ты мне не хочешь что-нибудь бесплатно? Подождите, давайте посмотрим. А, да, ребята, у нас все бесплатно. Ребята, набивайте пузищи. Слендер как бы поет, да? Ой, ребята, надо, чтобы все поели. Ребятки, идите кушайте. Я смотрю, что слендерина у нас со всеми флиртует. Хорошо. Какие-то тут все грустные. Какие-то все стрел... О-о-о-о, ребята, посмотрите на Джея. Джея какой-то у нас гигантский тут вообще. Я только хотела сказать, что нас все избегают. Как тут я смотрю, что с нами хочет присесть Элисон Томпсон. Нет. Да? Нет? Сядешь с нами? Нет. Все-таки не испугалась. Я думала, сейчас испугается. И все, такая, типа, не отсяду. Мы можем пойти пузыри попускать вместе с нашими психами. Так, повторить вместе. Психи, мои дорогие. Идемте, повторим. Мы с вами перекусили здесь. Я надеюсь, что все покушают. А что вы все столпились тут? Вы не хотите со мной пойти покурить этих самых... Покурить пузырей? Но это, наверное, диковато звучит. Кстати, мы могли бы все вместе... А давайте возьмем пробу... Возьмем порцию вместе. Давайте мы попробуем порцию вместе. Вот, что мы с вами сделаем. Будем кушать с вами сегодня всякие острые штуковины. Вместо того, чтобы нормально сходить в туалет, мы... Как вы думаете? Может, хоть кто-нибудь тут 100 символионов выиграет? Так. Ну что? Все огонечком сейчас? Что скажете? Хоть кто-то мне 100 символионов принесет? А, подождите. Вон наша огненная еда. Стоять. Нам же здесь надо. Участвовать вместе. Да-да-да-да-да. Вот это нам и надо. Пожалуйста, Джефф, только не упади сейчас. Ребят, делаем ставки. Один из восьми точно должен нам заработать деньги. Так. Ты пошел кушать сюда. Вы здесь сидите. А вы сели здесь. Ну что? Все проигрывают? Да, ребят. Все проигрывают. К сожалению. Ты у нас совсем устал. Давай мы тебя отправим помыть руки. Между прочим, тут, заметьте, очень хорошая погода. Иди, мои руки. Нет, ребята, кто-то смог. Момо? О, подождите. Джефф. Тики смог съесть, ребята. Так Тики Тоби у нас знает, что он у нас будет следующий. Поэтому ему нужно хорошо себя вести. Так, иди мыть руки. Зиби, Зиби. Мой руки. Почисти, пожалуйста, зубы. Вообще, все сделай. Я тебя прошу, давай. Все делай. Ты должен стать чистеньким. И твой следующий, скажем так, твой приемник тоже должен стать чистеньким. Поэтому мы пока что отсюда, ребят, даже не уходим. Все проиграли, кроме Тики Тоби, ребят. Представляете? Так, Джефф, только падать тут не надо, я тебя умоляю. Ты можешь пойти где-то, в принципе, поспать. В этом нет ничего плохого, я разрешаю. Но я смотрю, что, кстати, наши ребята почему-то петь здесь не хотят. Хотя мы изначально пришли попеть. Ну, мы же пришли с вами в караоке, но, видимо, нет, не хотят. Ну что, ребятки, нам пора с вами сделать перерывчик. Рыбу мы сегодня с вами не ловили. Но мы с вами выполнили то наше указание, которое нужно было сделать. Мы с вами убили всех наших соседей. Ну, соседей из одного дома. И переселили туда Пеннивайза. Потом у нас были проблемы с полицией. И, в общем, тут полнейшая у нас дичь происходит. Но мне лично было очень интересно. И, конечно же, интересно, что будет дальше. Поэтому, друзья мои, если вы хотите знать, что будет дальше, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, жмякайте на колокольчик, чтобы вам все уведомления приходили. Увидимся уже в новых сериях. Хорошего вам настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok